Как я храню парфюмерию? Вот таким способом находятся мои подруги. Вот так вот. Так всё составляно. Единственное, которое стоит без этого. Коробки вы уже видели в обзоре. Вот парфюмы подруги. Всего ничего. Маленькое. На них обзор, возможно, сделаю когда-нибудь. Вот. Это инка. Таким способом. Вот так вот они и лежат. То, как вы храните свои парфюмы, может отличаться от моих. Вот такая толщина. Здесь вообще глубина. Ну, почти по локоть. Туда далеко. Там можно найти что-нибудь интересное. Вот таким способом хранится парфюмерия. Даже если она и, как сказать, находится не в теме. Вообще, по идее, я снял эти шкафчики, чтобы их можно было поставить куда-нибудь в другое место. А лучше всего, ну, свет сюда не попадает, искусственный свет он не испортит, так как имеет тонировку в стекле. Лучшим способом является, если вы без коробок, то лучше всего их в темном положении использовать. Вот, в принципе, и все. Вот таким образом в комнате это все находится. Вот и все пока что так. Так. И еще часть парфюмерии хранится вот в таком виде. Вот в обычном шкафчике, где все к этому пробиваю. Вот. Так. Так. И можете видеть, что, соответственно, если закрытое положение створки, то можно хранить их и без коробок. Но, так как коробки для обзоров мне они нужны, и для последующих видео, и, может быть, кому-нибудь что-нибудь интересное будет. Вот таким способом это хранится. Вот это не пустые коробки. Это имеет место быть и флакон. Безусловно, хранить просто флакон легче, чем, нежели саму коробку с ним. Но, как бы, извините, для меня важно все. Все детали. Поэтому, в этом плане, как бы, хранение и дополнительно хранить парфюм где-либо в другом месте я сейчас не могу. Может быть, где-нибудь со временем найду себе шкафчик для этого. Все. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.